В этом году я считаю, что команда, конечно, стала играть, во-первых, самое главное, в другой футбол. Мы стали больше атаковать, мы стали гораздо интереснее выглядеть в атаке, создавать достаточно много моментов по ходу матча. То есть мы изменили саму игру команды, но, к сожалению, результат у нас остался примерно на этом же уровне. Есть несколько причин, почему у нас так получилось. Первый момент – это группа атаки, кто у нас играл в этом году в нападении, я считаю, очень мало реализовали тех моментов, которые команда создавала. Потому что иметь 3-4 момента за игру и не забивать ни одного момента, конечно, это непозволительная роскость. Причем моменты не какие-то, и там по стечению обстоятельств, которые сложились, а именно то, что сделала команда, сработало, разыграли, довели до ситуации, где нужно только исполнить. Ну, вариант, допустим, выход один в один. Ни один, по ходу матча, ни один момент такой был, достаточно много таких моментов было. Или с близкого расстояния мы не попадаем. То есть это именно индивидуальное мастерство, техническое исполнение, где нужно просто выполнить точно, грамотно тот прием, удар головой или обвести вратаря, пробить. Это наш минус был, конечно. И второй момент – опять в обороне у нас то же самое техническое мастерство нас подводило. Потому что есть матчи проигранные, где мы проигрываем всего в один мяч, и причем этот мяч, который как раз с ошибки наших игроков в обороне. Это то же самое или индивидуально, неправильно, тактически принятое решение. То есть, наверное, нужно было другой прием выполнять, а ребята принимают такое решение. Или само исполнение техническое. То есть мы можем мимо мяча попасть, и мяч отскакивает к игроку противоположной команды и без проблем забиваться на мяч. Достаточно много таких ситуаций, моментов было. Поэтому выводы, конечно, они уже сделаны и по игрокам, и по результатам в первую очередь. Наверное, придется с кем-то из ребят расставаться. Кто-то, я думаю, что сам идет. Сейчас этот процесс у нас идет. Я не могу и не буду, наверное, пока говорить, кто у нас останется, кто у нас придет. Но процесс этот сейчас идет. И нам нужно до 22-го числа уже не просто разобраться по людям, кто у нас остается и кто уходит, а уже скомплектовать даже команду. У меня, как у тренера, очень короткий срок. Наверное, от меня здесь очень много будет зависеть, кто у нас появится. Ну и постараться за те три недели, которые у нас останутся до чемпионата, все-таки что-то наиграть, наработать. Это не просто. Продолжение следует...